Всем привет! В иммунной системе имеется 10 классов иммуноглобулиновых, защитных антител. У детей до года один из них находится в активном состоянии, это иммуноглобулин G, который он получает во время нутритробного развития. Но тем не менее, детишки до полугода имеют достаточно слабый иммунитет и очень подвержены простудным заболеваниям и энергиям. Собственный иммунитет набирает силу только к году. Давайте сегодня рассмотрим 14 продуктов, которые помогут повысить иммунитет вашему ребенку. Что же малыш должен кушать, чтобы чувствовать себя хорошо и быть здоровым? Поехали! Грудное молоко, которое является источником питательных веществ и защитных антител в первые полгода жизни ребенка. Грудное молоко – это основной источник формирования иммунитета. Моркот Моркот содержит достаточно большое количество витамина А, который является первой обороной против вирусных заболеваний. Также витамин А способствует улучшению зрения. Помните, что данный витамин жирорастворимый, его нужно употреблять с каким-то продуктом, который содержит жир. Сухие плоды шиповника Настой из сухих плодов шиповника очень богат витамином С, который прекрасно борется с простудными заболеваниями и сурвим. Но помните, что тепловая обработка и долгое хранение разрушают данный витамин. Оливковое масло, которое богато витамином Е. Данный витамин прекрасно справляется с огромным спектром различных заболеваний. Жирные сорта рыбы, которые содержат большое количество витамина Д. Он способствует слаженной работе нашего организма и препятствует появлению арахита. Также данный витамин можно получить от солнечных лучей. Но, к сожалению, когда кожа покрыта загаром, данный витамин становится недоступен. Овсяная каша Она подкрепляет работу нервной системы, которая прямо влияет на иммунитет ребенка. Овсяная каша будет прекрасна на начало дня. Но не забывайте замачивать овсяные хлопья перед варкой. Горожка и зеленая фасоль Овсяная каша является прекрасным источником витамина В2, который способствует продлению жизни. Левцин данного витамина способствует снижению иммунитета, так что не забывайте добавлять их в рацион вашего малыша. Черный хлеб Содержит достаточное количество витамина В6, который способствует работе нервной системы, соответственно, и иммунной системы. Главяжья печень Она содержит витамины В9 и В12, которые борются с малокровем и способствуют образованию новых клеток крови. Огурцы Продукт необходим для поддержания достаточного уровня калия в организме. Калий необходим для правильной работы мышц и нервной системы. Бананы Богатый магнием, который взаимодействует с ферментами и активирует большое количество белков в организме. Также часто отрегуляция температуры тела обеспечивает работу важнейших процессов в организме. Это энергетический, углеводный и жировой. Семечки и пророщенная пшеница Небольшое число продуктов содержит такой важный минерал, как цинк, а также германия и селен. Поэтому хочется вынести в персонале до пророщенную пшеницу. Она способствует активации работы иммунной системы. Из пророщенной пшеницы получаются замечательные смузи в сочетании с фруктами или овощами. Гречка Содержит достаточное количество железа, которое борется с анемией и способствует увеличению выработки гемоглобина. Морская капуста Богатый йодом, который участвует в работе щитовидной железы. Работа щитовидной железы, в свою очередь, оказывает влияние на работу всего нашего организма. Поэтому так важно потреблять йодоснижающие продукты. Нехватка йода может привести к широкому спектру заболеваний. Это был топ-14 продуктов, которые способствуют повышению иммунитета и здоровья в целом. Но не стоит забывать, что вышеперечисленные минералы и витамины содержатся и в других продуктах. Если вам интересно узнать, в каких продуктах содержатся данные витамины и минералы, пишите об этом в комментариях. Если вам понравилось данное видео, ставьте пальчики вверх, делитесь данным видео с вашими друзьями. Но если вы еще не подписались на наш канал, то нажимайте кнопочку внизу под видео. До новых встреч! Пока-пока!